Госавтоинспекция города Орша Аршанского района проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП по вине водителей, не имеющих права управления транспортными средствами. Данная акция никогда больше проводится с целью профилактики и недопущения совершения повторных преступлений лицами, ранее судимыми за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, доведения до граждан последствий, которые могут наступить в случае нарушения законодательства, а также одновременно призываем всех водителей транспортных средств отказаться от управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а всех граждан к неукосительному соблюдению правил дорожного движения. После лишения управлять транспортным средством нельзя. За это предусмотрена как административная ответственность в виде штрафов административного ареста, так и предусмотрена уголовная ответственность. В здании управления внутренних дел Аршанского райисполкома будут собраны лица, которые стоят на профилактических учетах в управлении внутренних дел. И с данными лицами будет проведена профилактическая беседа с целью недопущения управления транспортными средствами. На встрече также присутствовали представители прокуратуры и отдела принудительного исполнения. Встречи подобного плана очень важны, с учетом того, что все-таки нетрезвые водители – это такой определенный бич в наше время. Часто в последнее время встречаются такие ситуации, когда нетрезвый водитель садится за руль. И просто хочется в связи с этим сказать о том, что все-таки правила запрещают управлять транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Соответственно, нарушение данных правил ведет к привлечению к административной ответственности. Но и в дальнейшем повторное управление транспортным средствами в нетрезвом состоянии уже является основанием для привлечения к уголовной ответственности лица управлявшего. В прошлом году вообще 14 дел подобных. Из них, значит, первая часть 317 прим – это, то есть, повторное в течение года после административной приюдиции, значит, получается 11 дел таких. И уже повторно, значит, после осуждения по части первой, это, соответственно, уже часть вторая 317 прим, еще три человека. То есть, 14 человек привлечено по 317 прим, статье за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. И, соответственно, по всем данным делам применена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли. Ну, не обязательно машина, это может быть мопед какой-то, ну, какое-то транспортное средство. Причем специальная конфискация по части 6 ст. 61 предусматривает спецконфискацию не только транспортного средства, принадлежащего. То есть, оно не обязательно должно принадлежать лицу управлявшему, то есть, независимо от того, кому принадлежит это транспортное средство. После вступления приговора в законную силу выносится исполнительный документ, выписывается, направляется нам судом на исполнение, возбуждается исполнительное производство. Значит, хочется отметить, что дружнику дается добровольный срок, это 30 дней после вступления приговора в законную силу оплатить уголовный штраф. Также предусмотрена еще специальная конфискация транспортных средств. Также направляется нам исполнительный документ о конфискации, делаются запросы в ОВД о розыске данного транспортного средства и работаются непосредственно с этим автомобилем. То есть составляется акт ареста, акт осмотра, собирается полный пакет документов и данное мышство ставится на последующий учет в Департамент по гуманитарной деятельности. В случае сокрытия имеется в Уголовном кодексе статья 409. В случае, если транспортное средство было сокрыто, либо оно было испорчено, был какой-то вред государству причинен, то направляются материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 409 Уголовного кодекса Республики Беларусь.